Няндамскому инклюзивному клубу «Забота» уже пятый год. Появился он по инициативе родителей особенных ребятишек. Коррекционное сопровождение таких детей очень затруднительно, потому что в городе все необходимые специалисты работают разрозненно. Например, если семья обращается к психологу, то логопеда нужно искать уже в другом месте. Здесь же все находится под одной крышей, что позволяет оказывать социальные услуги комплексно. Сегодня в районе зарегистрировано 113 детей-инвалидов. На сопровождении клуба «Забота» 42 семьи. Приходят сюда не только ребята с особенностями здоровья, но и обычные дети, имеющие, например, проблемы с чтением или произношением. Насчет раз. Улыбочка. Растянули. Трубочка два. Раз. Два. За время работы удалось серьезно нарастить материально-техническую базу центра. У нас сенсорная комната есть, у нас есть кабинет логопеда, есть спортивный зал, есть большая библиотека, которой пользуются все жители нашего района. У нас там уже 700 с лишним книг. В начале сентября этого года «Забота» открыла филиал в Плесецком районе. По аналогии с Няндамским центром здесь также работают все необходимые специалисты. Педагог-психолог, логопед, специалист по физической культуре, педагог-театральной студии. Есть и своя сенсорная комната. А Няндамское отделение «Заботы» совсем скоро запустит новое направление работы. Это у нас будут ходить заниматься мамочки, у которых дети, ну, которые находятся в декрете, у которых дети еще не ходят в детский сад. Одновременно будут с этими детишками заниматься воспитатели в игровой комнате или в сенсорной. А мамочки будут заниматься тоже. Какие-то у них будут мастер-классы, будет психолог проводить им какие-нибудь консультации. И очень хотим купить машинки швения, чтобы мамы занимались рукоделием. Активно помогают центру и волонтеры серебряного возраста. Они показывают ребятам спектакли и вместе с детьми шьют кукол. Здесь же действует театральная студия. К слову, ее постановки дважды становились победителями регионального семейного конкурса. Отдельная гордость, заботы – педагоги. Мальчик с самого начала тоже ходит. Ему, наверное, было еще годика два. Мы его взяли вообще маленький. Мама просто сказала, что мы походим просто как бы, ну вот в игр что-то там поиграет, позанимаются с ними. А сейчас вот ему уже 4 года. И он у нас начал разговаривать. Он вообще не говорил, молчал. И это такая радость была. Дефектолог, когда занимался с ним, она говорит, я хотела во время занятия выскочить и крикнуть вам всем, что Сережа у нас говорит. Очень. Вообще прямо даже так приятно. что мы помогаем. Результаты видим в своей работе. Сегодня Няндамская некоммерческая организация «Инклюзивный клуб забота» располагается в помещении, которое безвозмездно предоставила районная администрация. Но в мечтах центра – обзавестись отдельным зданием, где смогли бы заниматься еще больше детишек. Тем более, что сюда приезжают ребята не только из самой Няндамы, но и из ближайших поселений.